Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях, в гостях целебной кулинарии, певица и телеведущая Оксана Афанасьева. И сегодня мы разберем, что такое сельдерей, с чем его едят. Кстати, какой сельдерей бывает? Как? Ну, вы имеете в виду по частям сельдерея? Корень, стебель и листья. Правильно. Растение само сельдерея составляет и корень, и стебель, и листья, и едят этот удивительный овощ целиком. И каждая из этих частей, конечно, имеет свои полезные свойства. Например, в корнях и листьях сельдерей содержатся ценнейшие аминокислоты, такие как аспарагин, трептофан, там, каротин, кстати, есть. А каротин... Ну, это единственное, что понятно мне, каротин. Вот до этого то, что было... Да, из каротина. Это просто были до этого перечислены аминокислоты, которые дают нам крепость ногтям, там, и прочее, прочее. А каротинчик как раз дает нам красоту. И он следит, будем говорить, в организме за тем, чтобы наши слизистые оболочки и кожа были в совершенном порядке. Потом, значит, в нем содержится еще никотиновая кислота, различные микроэлементы. Кстати, очень много различных микроэлементов. И сейчас мы сразу же определим, что еще содержится. Каким образом? А, да. Эфирные масла. Которые дают особый запах растению. И более того, они возбуждают аппетит. И, кстати, если имеются какие-то там, ну, гнилостные, бородильные процессы, то они все это ликвидируют. Дезинфицируют. И сейчас, правильно, наш организм изнутри. А вот я не помню, чтобы в советские времена продавались, ну, может быть, вот корень, он еще продавался, а вот стебель. Вот, мне кажется, нам сейчас очень сильно везет, современным жителям, поедателям. Поедателям. Ну, вот, как раз, смотрите. Можно купить все. Это вот чайшковый сельдерей. Это его листья. Да. И так как он зелененький, здесь еще много хлорофила. Отлично. А вот если он будет желтее, то есть лучше не брать, да? Самое главное, что выбирать свежий, зеленый, да? Свежий, ярко-зеленый, зеленый. И он крепкий еще должен быть, да? Не вялый. Правильно, правильно. И, кстати, крепость. Крепость отдает организму крепость. И сделаем для того, чтобы у нас крепость организма была, салатик. Давайте. И сельдерей. Я опять помогаю вам, да? Оксаночка, пожалуйста, почистим морковочку. Вот. А вот скажите, вы едите сельдерей из-за того, что он полезен? Или из-за того, что вам нравится вкус его? Сельдерей я ем из-за того, что он полезен. Потому что вкус приходит во время еды. Вкус приходит во время еды. Вместе с аппетитом. Аппетит приходит во время, да. Да, вместе со вкусом. Они неразрывные. Я думаю, что вкусным продукт мы можем сделать. На то у нас и целебная кулинария для того, чтобы полезные продукты делать вкусным. И использовать их в своем питании как можно чаще. Итак, мы сначала будем делать салат из корня сельдерей. Кстати, мы будем использовать морковь у нас будет, лимон, зелень. А давайте пока вы чистите и яблоко, да, наверное? И яблоко, да. Да, и яблоко. Я подтру морковку. Давайте, посыпьте морковочку. Так, миска, я так предполагаю, что вот в эту, да? Можно в эту миску потереть. А я пока очищаю в корень сельдерей. Так, вот. Ух, как корень у нас. Такой. Сейчас домашние глядя на меня радуются. Ну, так хорошо. Что я занимаюсь полезным трудом. А до этого, что они занимаются полезным трудом? Нет, я занимаюсь, но просто это редко удается, когда. Потому что, в принципе, уже все в состоянии сами готовить. И какие-то такие вот семейные совместные посиделки, они встречаются не так часто, как хотелось бы. Ну, хорошо. В сельдерей кулинарии, я думаю, что это будет происходить намного чаще. О, да. Так, почистили. Все. Это можно... Да, правильно. Это можно поесть. Теперь я натираю сельдерей. Кстати, сельдерей еще способен замедлить процессы старения в организме. Он продляет нам молодость. Потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Наши клетки организма соскучились по этому. И смотрите, я беру сразу вот так вот и пошел вперед сюда. Кстати, пропорции важны. Строго соблюдаться? Ну, не обязательно строго соблюдаться. Или это вкусовые пристрастия? Дело в том, что сельдерей это не очень вкусный продукт. Суховатый, особенно корень. Вот. Для того, чтобы к нему привыкнуть, надо морковочке примерно дать в два раза больше, чем сельдерей. А вы на мелкую терку, да, можете терять? Я на мелкую. Да, лучше всего, если морковь, она более такая сочная. Ее можно на большой терочке. А вот сельдерей, так как он суховатый, его можно на мелкой. Все это хорошенько смешается, тогда удобно идет. Заправлять мы будем маслицем? А заправлять мы можем маслицем, можем мы соком лимона. То есть здесь у нас очень много различных будет майонезиков. Мне за яблоко приняться. Геннадий Петрович, а какой предпочтительный? Красный, зеленый? Лучше всего зеленый, потому что зеленый зимой больше всего сохраняет биологически активных вещей. Отлично. Кстати, вы знаете, вот этот салат, это прям для меня. Почему? Ну, потому что я мясо не кушаю, а вот именно вот такая вот растительная пища, такого здорового, в здоровом своем состоянии, это прямо то, что мне нужно. Я уже даже предвкушаю, как это будет вкусно. Множечко у вас есть, это очень хорошо, потому что здесь, как мы говорили, содержатся аминокислоты, которые нужны нашим организмам. Если человек мало употребляет мясо, то они будут в какой-то степени его дополнять. И самое важное, потихонечку, не порезаться. Да, кстати, мы еще вот такое, вот смотрите, что... Вы сейчас скажете, что это надо кушать. Да, оказывается, оказывается, смотрите, что... Нет, я знаю, что там калий много в семечках. Она всего-то выбрасывает. Ну, это для программы, а дома я семечку скушаю обязательно. В семечках содержится масса полезных веществ, и червячок в первую очередь... У меня только вот это остается. У меня вот это остается все время, от яблока, вы знаете, дома. Ну, здесь-то я не дома. Нарезаю. Ну, я подержу вас. Теперь я нарезаю листья сердерея. Вот. Так, есть. А, какой дух идет, кстати. Мы опять же натираем на крупной терке, да, яблок? Можно натереть, да, действительно, на крупной терке. Вместе с кожурой. Лучше всего с кожурой, потому что в кожуре содержатся еще микроэлементы. И мы думаем, что полезная самая мякоть. Нет, на самом деле, больше всего пользы это в кожуре и в косточках. Ну, а вот какие сейчас могут быть яблоки, вот скажите? Яблоки? Да, как они хранятся зимой? Выбирайте наши семеринку, зелененькие яблочки, потому что они самые полезные, самые нужные. А те, которые привезены из-за границы, конечно, лучше всего не выбирать. Натираем, да? Молодец. Ну, возвращаясь к сердерею, что я могу еще сказать про него? Сердерей обладает успокаивающим действием, кстати. Да вы что? Да, после конференции. Никогда бы не подумала. Вот, а он, оказывается, обладает успокаивающим действием. А как же, а, ну, смотри, какая часть, наверное, потому что если здесь эфирные масла, он, наоборот, должен... Нет, он будет все из зеленой части растения обладать успокаивающим действием, поэтому его можно использовать для лечения различных нервных расстройств, возбуждения. Очень хорошо сельдерей включать в меню с сахарным диабетом. Помимо этого, он улучшает еще водно-солевой обмен. Хватит чистить. Хватит? Я прям так увлеклась. Много, наверное, да? Поэтому особенно рекомендуют его пожилым людям. Вот, да. И, кстати, яблочко, действительно, яблочко, как сладкая часть, его должно быть побольше. Плюс здесь содержится и железо биологически активное. Поэтому такой салатик будет еще способствовать и кровитводению. А красота-то какая? Вот, красная, рыжая, зеленая. Все это действительно поднимает настроение. У нас уже получилась основа нашего салата. И теперь можно к нему приготовить тот или иной соус. Но сначала давайте попробуем, а стоит ли это делать и какой соус лучше всего. Сладкий или, допустим, какой-то там горький или еще. Ну что? Ну, можно какой-то пикантности такой немножко добавить. А именно? Ну, не знаю, может быть, остроты какой-то, чего-то. А может быть, вот соус с чесночком, нет? Не пойдет? Соус с чесночком. Или сельдерей, чеснок, это вот. Сельдерей, сельдерей. Ну, в принципе, все это можно сделать. Хочется что-то делать. А может быть, лимончика капнем просто? Можно лимончика? Можно, мне кажется, лимончика можно капнуть сметком. Почему? Вот. Потому что у нас здесь получился идеальное сочетание яблока, моркови и сельдерей. И это дало такой вкус сочный, что, в принципе, никакого даже майонеза добавлять не надо. Ну, не хочется портить, да. Можно его съедать так. Можно и так. Ну, можно сделать и, допустим, какой-то, так как у нас вкусно, первоначально такой сладенький, мы можем немножечко сладкий сделать. Поэтому для этой цели мы возьмем лимончик один. Вот. Это мы сейчас соус делаем? Да, это мы будем делать соус. Берем один лимончик и выдавливаем сюда его. Ну, кстати, а вы знаете, что такое водно-сливый обмен? Вот вы когда говорили, меня это заинтересовало. И интересно, почему для пожилых людей, для молодых это не так актуально? Нет, это всем актуально. Водно-сливый обмен – это один из важных показателей работы организма человека. Если будет неправильно, слишком много, ну, будем говорить, скапливается воды, человек отекает. Если слишком мало, значит, он будет плохо себя чувствовать. Кстати, вот это не надо выбрасывать. Вы знаете, это отличное средство. Хорошо. Сидя перед телевизором, допустим, просматривая любимый фильм, можно туда вот так вот ноготочки запустить. Отлично, отлично. Вот уже пошла природная косметика. Очень хорошая штука, рекомендую. Природная косметика, видите? Добавляем немножко меда. А вот какая реакция наступает, когда лимон соединяется с медом? А практически никакая идет. Ничего не разрушается? Растворение. Это мед разрушается только в кипятке. Правильно, мед разрушается только в кипятке. Поэтому лучше при куску пейте с горячим чаем. И ни в коем случае нельзя опускать. Правильно. Итак, мы с вами размешали. Так. То есть, еще раз повторим, водно-солевой обмен. Да, да, да. Это способность организма у нас нормально работать, при этом не обезвоживаться и не накапливать излишки воды. А как это можно определить? Есть ли излишки воды? Вот, может быть, каким-то нажатием. А, то есть, вот мешки под глазами, да, обычно? Вот что там еще бывает? Мешки под глазами. Потом еще просто-напросто на кожу нажимаем вот так вот. Она должна быстренько восстановиться. Раз. Вот. Восстанавливается. А когда она медленно восстанавливается, это говорит о том, что она уже перестала работать. Сейчас все сидят и проверяют. Да. И, кстати, препараты... И бегут за сельдереем. Да. И, кстати, препараты из сельдерея используются для регулирования деятельности печени и почек. Усиление половой функции. Представляете? Да. А у нас сколько сейчас таких людей, которые страдают? Да. Ну, попробуйте, заставьте мужчину есть сельдерей все-таки. Ну, такой вот салат. Вот большинство, но все-таки женщин, наверное, склонны вот к такой пище. А так как мы его сделали сейчас и попробуем, а вкусен он или нет. Еще разок тебе пробуем. Так. Что у нас получилось? Сейчас посмотрим. Ммм. 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 Вот же. Он стал более кисленьким. И сладеньким. Кисло-сладким. То есть на все вкусы. Боже мой, как же вкусно. Боже мой, как же вкусно. Пробуйте. Я уже попробовала. Хорошо. Сейчас еще попробую. Вот такой салат. Можно использовать тем, кто страдает отсутствием сна, как снотворное. На ночь. У кого? Правильно. И, кстати, вполне-то не будет. У кого имеются там какие-то там боли, он способствует тому, что успокаивает различные непонятные боли в организме. Прекрасное, рано заживляющее средство. Каким образом? Потому что укрепляет он организм. И здесь содержатся различные вещества, которые этому способствуют. Естественно, прекрасное средство от ожирения. Не ожирейте. Поэтому на ночь кушайте этот салат. Он создает объем в желудке. И вы, почувствуя насыщение, не будете переедать там печеньем, там тартам или еще. Значит, прекрасная профилактика от ожирения, атеросклероза. То есть еще полирует наши сосудики. Правильно. Сосудики у нас будут чистые. И является, что важно подметить, профилактикой аллергии. А это бич современных людей. Но профилактикой, не лечением, да? Именно профилактикой. Если вы будете постоянно есть такой салатик, то у вас, как правило, и аллергии не будут. Потому что она возникает из-за того, что накапливаются различные вещества в организме, которые ее вызывают. А так все, раз, и очищает. Я поняла, что это мощный антисептик. Антисептик раз. Мощное средство омолаживающее два. И прекрасное средство от ожирения три. Кушайте такой салат. Геннадий Петрович, ну ладно я, да, любительница вот такой пищи. А вот, допустим, как мужчину заставить есть сельдерей? И мужчину можно заставить есть сельдерей. Но для этого уже используется несколько иной. Не столько клубень, а черешки. Для того, чтобы он был вкусный, мы с вами сделаем особый майонез. Поэтому делаем... Майонез к мясу, да? Правильно. То есть пока жарится шашлык. И уже его с шашлыком. Да, 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 в предвкушении вот это до запаха, ему в этот момент... Так, что мы делаем? Мы берем сельдерей, раз, взяли сельдерей. Сейчас я, как всегда, у вас на подхвате. Теперь сюда берем сметану. Или сметану, что это? Добавляем сметану. Мне нужна ложка. Ложка, ложка здесь. Ложечка, вот она ложечка у нас. Или вилочку возьмите. Ну давайте вилочку. Так, сюда сметанку выкладываем. И к сметанке можно все, все, хватит. И к сметанке очень хорошо сделать, добавить, вернее, чесночок, чтобы получился остренький. И очень интересное сочетание. Вот такой вот зеленый сельдерей, черешковый, он дает силу организму. А чесночок еще дает страсть. И соединение силы со страстью делает человека... Прямо какой-то роман. Да, вот таким вот он будет. А стебель сельдерей, наверное, нужно его чуть-чуть, да, вот так вот порезать, чтобы можно было макать, я так предполагаю, да? Можно, можно порезать. Потому что он небольшой. Все, так, я сюда добавляю чесночок. И так идет резко. Я вижу, что вы режете так вкусно. И я понимаю, что каждая хозяйка хочет своему любимому сделать приятное. Ну конечно, ведь мне кажется, мужчина, он все равно эстет, все равно. Конечно. Вот, поэтому хочется, чтобы глаз его радовался. Правильно. Запахи это запахами, но восприятие визуальное, оно тоже немаловажное. Поэтому мы все сделаем красиво. Давайте. И когда все это красиво, у мужчины возникает... То, что она задумала. Вот таким и кого-то. Когда готовила. Ага. Ну что? Будем пробовать? Ну, пожалуйста. Да. И, кстати, листовой сельдерей благотворно действует на сердечную мышцу. Укрепляет ее и используется в народной медицине как эффективное средство против подагр и ревматизма. Чтобы у вас, мужчина, был здоровый, обязательно, особенно здоровое сердце. Как вкусно. Вкусно сильнее. И здесь, чем дольше жуешь, тем лучше появляется вкус. А вот сейчас мы дошли до остренького. Да, вкус меняется. И вообще сельдерея содержит большое количество воды, что делает его отличным продуктом для любой диеты. От сельдерея не поправляется. Ваш избранник будет струнным. Это еще объясняется тем, что много воды. Имеется еще клетчатка, которая дает... Прекрасно работает желудочно-кишечный тракт. И человек чувствует себя бодреньким. Оксаночка, пробуешь? Как? Вот нравится тебе? Да, мне очень нравится. Долго его жуешь? Да, очень нравится. Вкус получается совсем иной. Сначала жуешь как трава травой, а тем не менее дальше жуешь. Вкус великолепный. Кстати, сельдерей полезен и для зрения. Он содержит питательные вещества, которые полезны для кожи и волос. Хотим, чтобы волосы были роскошные. Кожа великолепная. Сельдерей едим. Он прекрасно, дополнительно очищает кровь. И что важно отметить, важно особенно отметить, что когда человек ест такой салат, такой черешковый сельдерей, и пьет сок из него, одна часть сельдерейого сока, две части морковного сока, то поддаются любые кожные заболевания. Потому что очищается кровь. О, какой. Просто уникальный какой-то продукт. У меня на даче растет такой громадный куст, каждый сезон вырастает. А вот я так периодически его съедаю к концу сезона. Их правильно надо делать. Я желаю всем телезрительницам и телезрителям съедать по такому кустику сельдерея. Это очень полезно. В течение сезона. В течение сезона. Не, ну а все, что продается в магазинах у нас зимой, тоже можно безопасно использовать. Это и корень, и стебель, и листья. Все можно использовать. А, и диету. Можно диет сельдереевой съедить? Не надо. Не надо? Никаких сельдереев в диет. Вы просто естественно добавляете в салат. А, то есть этого достаточно, да? Да. То есть не надо сильно мучить организм? Ни в коем случае. И важно отметить, что вот ты кушаешь салатик с сельдерей, другие вегетарианские блюда, и выглядишь великолепно. Талии, нигде там лишнего жира нету. Самочувствие великолепно. Кожа шелковистая. Бархатистая. Кровь с молоком. Да, я лучше рекламу сельдереев. Вот. Поэтому кушайте сельдеры, и будете выглядеть так, как Оксана. И даже лучше. Доброго здоровьица. Доброго здоровьица. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова